Всем привет, друзья и гости моего канала. Сегодня делюсь с вами обалденно вкусным рецептом баклажанов, как грибы в сметанном соусе, в сметанной заливке. Получается, ну, очень вкусно. Итак, у меня здесь полкилограмма баклажанов. Я уже удалила хвостики. У меня баклажаны свои с огорода, выращивала сама, поэтому не такие красивые, как на рынке, но зато свое домашнее. Далее луковицы. У меня три штучки. Если у вас побольше, достаточно будет двух. Пару зубочков чеснока, либо полголовочки. У меня просто крупные зубчики. Ну, в принципе, чеснок такой по вкусу, если вы любите, можете добавить больше. Одно свежее, сырое куриное яйцо, зелень петрушки. Если нет петрушки, замените укропом, но любую зелень обязательно добавьте. Дальше, конечно же, сметана, соль, черный молотый перец, любая грибная специя, приправа и немного растительного масла. Итак, приступим. Баклажаны первым делом необходимо нарезать. Смотрите, здесь уже как кому нравится. Можно мелко, можно крупно. Я делаю вот таким образом. Сейчас покажу, какой кубик у меня получается. Вторая с кубиком, а там как выйдет. Вот таким образом. Смотрите. Вот. И отправляю тут же в любую миску, где мы все это будем смешивать. Вы удивитесь, но смешивать мы будем с яйцом. Есть один секрет. Именно с помощью этого секретика баклажаны получаются румяные и при обжаривании не впитывают много масла. Очень часто можно встретить, что вот пожарив баклажаны, мы на чем жарим? На масле растительном, допустим. И они такие сами по себе, такой овощ сам по себе, что впитывает много масла. А с помощью добавления яйца этого не происходит. Итак, баклажаны нарезаны. Теперь разбиваем в тарелку яйцо. Если у вас больше баклажанов, допустим, 1 килограмм, добавляйте 2 яйца. Яйцо немножко нужно перемешать. Затем отправляем взбитое яйцо в баклажанчики. И необходимо тщательно перемешать. Затем баклажаны оставляем в сторону, пусть они постоят. И нарезаем лук. Лук нарезаю просто кубиком, не обязательно, очень мелко. Далее, друзья, разогреваем сковородку, наливаем небольшое количество растительного масла. И отправляем обжариваться лук. Лук обжариваем до голодистого цвета. А тем временем, пока лук у нас обжаривается, мы нарежем чеснок. Есть два варианта. Можно пропустить через пресс для чеснока. Но мне нравится нарезать чесночок мелким-мелким кубиком. Вот насколько мелко у вас получится. Тем временем, не забываем перемешивать лук, чтобы он у нас не подгорел. И после того, как лук обжарился, мы его убираем со сковородки в любую какую-нибудь тарелочку. Теперь на сковородку. Сковородку я не мою. Лук, главное, весь убрать со сковородки. Наливаю снова небольшое количество растительного масла. И отправляем, еще раз перемешав, отправляем обжариваться баклажаны. Все это делаю на максимальном огне. Сначала можно не перемешивать, пускай они схватятся, прогреются. Тем временем продолжаю нарезать чеснок. Можно перемешивать баклажанчики спустя пару минутчик. Посмотрите, какая корочка образуется. И масло, вот оно осталось, оно не впиталось в баклажаны, как обычно это бывает. И перемешали, и пусть еще минутку постоит. Должна образоваться такая румяная корочка. Затем в тарелку добавляю 2 столовые ложки сметаны. Сюда же добавляю чеснок. Нарезаю петрушку. Вот эти жесткие хвостики по желанию можно убрать. Петрушку измельчаем просто мелко. Добавляем к сметане. Сюда же наш обжаренный лучок. Немного черного молотого перца. Специя для грибов. Учитывайте, смотрите, у меня специя для грибов, приправа такая, она соленая уже. Это нужно учитывать, поэтому сюда в эту заливку я соль не добавляю. И все хорошенечко перемешиваем. Тем временем, посмотрите, как у меня уже подрумянились, подзолотились баклажаны. Обжаривать их необходимо в течение 15-20 минут. Тут уже в зависимости от размера нарезанных баклажанов. То есть мы смотрим их готовность. Вот сейчас я возьму вилку. И мы просто-напросто проверяем. То есть баклажан должен быть мягким. У меня еще недостаточно мягкие, слишком хрустящие. Я продолжаю обжаривать. Все, друзья, спустя еще 5 минут мои баклажаны стали достаточно мягкими. Я уменьшаю огонь до среднего. Добавляю чуть-чуть, немножко совсем соли. Вот так будет достаточно. Снова перемешаю. И теперь выливаем нашу вкусную, ароматную заливку. И хорошенечко перемешаем. И тушим еще минут 5-7. И все, наше блюдо готово. Ммм, как пахнет! Вот и все, друзья, наши наивкуснейшие баклажанчики готовы. Пробуйте, наслаждайтесь. Всем приятного аппетита! И до новых встреч! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!